МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодняшний эфир программы «Персональный акцент» посвятим теме молодежных движений и евразийской интеграции. Идея Евразийского союза государств становится политическим мейнстримом. Она обретает конкретные очертания на постсоветском пространстве, наполняется юридическим и экономическим содержанием. Но путь от хорошей идеи к практической реализации всегда продолжительный и труден. Тем не менее, сейчас, после создания Евразийского экономического сообщества, актуальным становятся вопросы о формировании Евразийского парламента и его молодежного крыла. Об этом, а также об участии Молдовы в этих международных структурах. И поговорим с нашим гостем Никитом Цуркан, представителем муниципального совета. То есть вы муниципальный советник от партии социалистов Республики Молдова. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот, я понимаю, насколько я знаю, вы являетесь одним из сопредставительных объединений молодежных организаций, так называемый Евразийский диалог. Да. Если можно поподробнее об этом, что это за площадка, для чего она создана и какова структура этого объединения, цели и задачи? Ну, смотрите, эта площадка появилась в 2016 году, была сформирована инициативная группа, туда вошли представители молодежных парламентов Российской Федерации, Белоруссии, Армении, и подключился потом еще Таджикистан. Ребята, то есть, были сначала инициативной группой, впоследствии они сформировались, получили юридический статус, и сейчас эта площадка, которая называется Евразийский диалог, она включает в себя представителей уже, туда присоединилась, помимо вышеуказанных стран, еще в качестве наблюдателя Молдова, вошел Казахстан, Кыргызстан. То есть, площадка растет, растет и экспертное сообщество, и наполняется новыми представителями своих стран. Во многих странах это, конечно же, председатели, либо вице-председатели молодежных парламентов, или просто политически активные общественники, либо молодые депутаты, молодые советники. То есть, это люди, которые заинтересованы в развитии этого евразийского пространства молодежного. Ну, вот какие задачи преследует это объединение? Что ставит главной целью, как пытаются реализовать эти цели? Ну, в первую очередь, скорее, тут речь идет о развитии, расширении, наверное, больше информационном, о ЕАЭС, о том, что существует такой экономический союз, о том, что такое евразийство, в принципе, где начинается и где заканчивается евразийство, какая роль молодежи в этом всем большом проекте. Потому что мы все знаем, что было очень много изменений. Сначала назывался таможенный союз, потом он трансформировался в евразийский экономический союз. То есть, постоянно происходят какие-то изменения, и об этих изменениях, к сожалению, не все знают. Не все понимают, что сейчас происходит, когда идет речь о молодежном парламенте. То есть, очень много раз поднималась речь о создании единого молодежного парламента стран-участниц ЕАЭС. Потом пришли ко мнению, что, наверное, еще рано, потому что не до конца сформировано у старших товарищей повесткой. Непонятно, как это все будет функционировать. Плюс ко всему цель, наверное, молодежи на этой площадке. В первую очередь, я уже сказал, информационная, информационная базис, которая несет в себе вот это все вытекающее. И во втором, наверное, на втором месте это, в любом случае, это экономика. То есть, существует на сегодняшний день очень много молодых бизнесменов, людей, которые и руководят сами бизнесами, или участвуют каким-то образом в бизнесе. И для них подобные площадки, на самом деле, они их интегрируют в то сообщество, единое сообщество, где они могут получать новые знакомства, и бизнес-знакомства, и дружеские, и какие-то. То есть, есть случаи, примеры, когда вот, то есть, это мои товарищи, которые, например, сейчас вместе работают. Вот Беларусь, Беларусь, Казахстан, они познакомились на площадке, они переговорили. То есть, они сейчас занимаются, у них совместный бизнес между Беларусью и Казахстаном. Это вот показатель того, что ребята нашли друг друга, и родился общий экономический проект, который приносит и той, и другой стороне свою прибыль, как финансовую, так и, собственно, и, наверное, вот это само евразийство. Ну, тезис о том, что молодежь представляет собой вот особый стратегический ресурс любого государства, мне кажется, так сказать, пересмотру, наверное, не подлежит. Тем не менее, вот в качестве ресурса Евразийского экономического союза, стран, входящих в этот союз, и те, кто желает попасть в это сообщество, ясно, что он будет привязан к тому, к перспективам, которые открываются для молодежи. Вот перспективы для молодежи Молдовы, которые этот союз, вот даже вот это объединение, евразийский диалог, возможно, открывают. Каковы эти перспективы, в чем они могут быть реализованы, и над чем приходится сейчас задуматься или работать, может быть, чтобы эти перспективы были реальными для того, чтобы заинтересовать молдавскую молодежь, участвовать в работе, продвижении евразийства на территории Молдовы? Ну, тут, наверное, больше стоит рассказать или обратить внимание, даже я позволю себе сравнить два направления с точки зрения молодежной политики. То есть мы сейчас четко все понимаем, что у нас есть направление, это Европейский союз и есть другая площадка, которая называется ЕАЭС. То есть это два абсолютно разных направления. И если рассматривать их даже с молодежной политики, как это происходит, и как происходит формирование, информирование и работа внутри этих площадок, она абсолютно разная. То есть понятно, что в моменте с Европейским союзом тут уже есть сложившаяся, скажем так, в кавычках традиция, как работать с молодежными организациями, как работать с молодежными неправительственными организациями. Существует огромное количество фондов, которые зачастую даже сами выходят на интересные им НПО, начинают работать с председателями, развивать вот эту всю историю, связанную с продвижением, скажем так, европейских ценностей, так называемых. То есть выделяются определенного рода финансы на работу, происходит несколько точечных мероприятий. То есть у некоторых фондов даже есть в условии сказано, что им не нужна работа на год, им нужны точечные мероприятия, для которых нужно, например, столько-то людей, чтобы они были такого возрастного сегмента, нужны, чтобы они делали вот это, вот это, вот это. Для освещения нужно вот это, вот это, вот это. То есть в эти временные рамки вот столько-то людей в этом месте должны сделать вот это. То есть есть четкая привязка к нескольким мероприятиям, как они надо работать. Не у всех так, но в большинстве своем именно так это и работает. И цель там абсолютно другая. То есть здесь о развитии какого-то, скажем так, европейской интеграции в сердцах ребят, вот этого европейства, оно служит только какая-то финансовая подоплека. И то она не для всех, а скорее для ребят, которые возглавляют подобное НПО. У нас есть куча примеров людей, которые выходили из подобных фондов, и так они работали. Если мы говорим о формате ЕАЭС и работе с молодежными структурами, здесь немного другая история. Тут тоже существуют фонды, в большинстве своем это фонды, которые работают на территории Российской Федерации. Но цель другая. То есть нет, как вам объяснить, даже в двух словах, нет вот этого, скажем так, навязывания каких-то определенных условий. То есть каких-то тем главных, которые должны быть подняты. То есть ты приходишь с проектом, ты говоришь, что зачастую даже не бывает такого, что проект проводит, например, там только Россия на территории какого-то государства. Или, например, там, не знаю, Белоруссия проводит на территории Армении. Такого, ну, то есть это тяжело представить. Вот, например, у нас в Молдове позапрошлом году был форум, в котором участвовали представители стран СНГ, участвовали представители огромного количества стран из Европейского Союза. И целью мы перед собой поставили, вот, то есть развенчать миф о том, что в Молдове все плохо, о том, что в Молдове люди бегают еще, не знаю, там, с виллами. И то, чтобы люди посмотрели своими глазами, как живут у нас в стране. Потому что многие ребята, например, которые приезжали с Россией, они говорили, что, то есть мы согласовывали ожидания до поездки и потом проверяли, как у них изменилось мнение после поездки. Очень много ребят боялись, что, и переживали, что они не смогут разговаривать с другими участниками из-за языковой какой-то проблемы. Они думали, что в Молдове не разговаривают на русском языке. Открыли для себя страну достаточно родственную. Да, и они посмотрели с другой стороны, что в принципе-то, ну, то есть менталитет, он, то есть я говорю сейчас про страны, СНГ, они, он практически такой же. Есть, понятно, какие-то там моменты, связанные с национальным каким-то традиционным оборотом, да. Но в большинстве своем они друг друга прекрасно понимали. Ребята посетили Кишинев, Тирасполь и Камрад, и они посмотрели, как выстроена жизнь, скажем так, в трех точках нашей страны. И потом мы когда с ними общались, и с ребятами, у нас был представитель Польши, Румынии, были ребята из Сербии. То есть мы разговаривали со всеми, и очень много появляется на таких площадках идей, как потом дальше работать. И это прикладные, все прикладные какие-то проекты. Они связаны с, например, то есть ребята вот сейчас работают, я знаю точно, был представитель у нас на форуме, представитель Ярославской области. Они потом начали с Румынии работать с точки зрения молодежного инфо, ну то есть туризма. Они отправляют друг другу группы туристические, ездят молодежь знакомиться друг с другом. И таких примеров огромное количество, когда люди общаются на форумах, и потом уезжают и в свои страны, и продолжают общение. Из этого рождаются новые проекты, которые, опять же, не требуют, не всегда проекты требуют огромного количества денег. То есть для того, чтобы запустить что-то связанное с молодежью, тут другое же. Молодежь же главное зажечь, в хорошем понимании этого слова. И она будет дальше делать то, что ей нравится, интересно, и в то, что она верит. Так происходит во всем, мне кажется, ни для кого это не секрет. То есть я, наверное, вот отличие в том, что сейчас у молодежи горят глаза, и она хочет что-то делать в первую очередь для себя и для страны. И это правильно. Мы должны сохранять свою национальную идентичность и свою традиционную молдавскую гостеприимность хранить у нас в Молдове и делиться ею со всеми. Вот это прекрасно. Это только когда молодежь может рассказывать и смотреть прямо в глаза и говорить о том, что они молдаване и они из Молдовы. Вот это, мне кажется, основная цель того, что сейчас происходит на молодежных площадках, связанных с Еврозесом. Ну, если попытаться в вашем рассказе найти какое-то сравнение с тем, что предлагает, будем говорить, для молодежи, ориентированной на евроинтеграцию, что предлагается молодежи, ориентированной на евразийскую интеграцию, то становится понятным, что здесь более открытые проекты и более свободные. То есть они не ограничены какими-либо условиями. И, видимо, можно предлагать что-то даже, то есть идти, как бы рождается такая инициатива из глубинки. То есть когда приходишь и предлагаешь нечто, рожденное где-то здесь, в самом Кишиневе, или в Ереване, либо еще в Минске. Вот в связи с этим такой вопрос. Как сегодня в Молдове, на ваш взгляд, строится молодежная политика на государственном уровне? И, в общем-то, вы представитель партии социалистов. Вот что предлагают социалисты в этом смысле, в смысле развития молодежной политики в стране? Ну, если мы будем говорить о молодежной политике, которую проводит наше государство, то оно не проводит молодежные политики. У нас, я уже об этом говорил не раз, у нас это парадоксально. Та сила, которая привела к власти нынешнее большинство правящее, оно потом очень быстро это большинство забыло о молодежи. О тех, кто, в принципе, если вспомните, что происходило, кто, скажем, эту революцию так называемую раскачивал. Была двигатель, была молодежь, молодежь все делала. И потом очень быстро о ней забыли, и ничего, никакие проекты сейчас на данном этапе у Молдовы, каких-то грандиозных проектов молодежных, и, в принципе, работа с молодежью, ее не существует. То есть у нас нет никаких, скажем так, назовем это кружками по интересам для молодежи. То есть молодежь практически не пользуется никакими преференциями при трудоустройствах. Когда человек заканчивает университет, идет на работу, его не хотят брать, потому что он молодой специалист, а он нигде не может научиться, потому что везде при устройстве на работу требует какой-то опыт работы. Где он его получит, если он не может никуда устроиться? И в связи с этим у нас и существует огромная проблема в профессиональной рабочей силе, назовем ее так. Это люди, которые заканчивают университеты с высшим образованием. Это очень частый пример, к сожалению, для нашей республики, когда человек с юридическим образованием идет работать в колл-центр, потому что ему надо зарабатывать деньги, и это неплохо. Я имею в виду, что неплохо с точки зрения того, что человек находит работу, он работает, и он не уезжает из страны. Огромное количество людей, молодежи, к сожалению, заканчивает, в лучшем случае заканчивает университет и уезжает, а в худшем случае ребята заканчивают школу и едут на заработки, где-то начинают заниматься неквалифицированной работой, неквалифицированным трудом. Люди работают где-то на стройках, где-то на каких-то компаниях, которые занимаются логистикой, грузчиками и так далее. Это, к сожалению, печально, потому что государство должно заботиться у молодежи в первую очередь, потому что молодежь – это тот сегмент, который через некоторое время должен формировать экономику государства. У нас на сегодняшний день, согласно статистике, пенсионеров в полтора раза больше, чем работоспособного населения. То есть это же отрицательная история. Я не экономист в образовании, но я понимаю, что еще каких-то 10 лет, и получается, это же сейчас один человек, работающий, содержит, очень плохо сейчас скажу, но на его плечах полтора пенсионера. Вы понимаете, какая это отрицательная с каким значением статистика, когда человек платит налоги, и государства не хватает, то есть он должен работать, с него должны снимать еще больше налогов. А если мы посмотрим на демографию, она у нас тоже, к сожалению, не растет. Это все одно из другого вытекает. Если люди говорят, ну то есть люди, которые сидят там наверху в правительстве и начинают рассказывать нам о том, что мы придумали новый проект для молодежи, который позволит молодежи уезжать, ну так чем вы хвастаетесь? Для кого вы это придумаете? Для людей, которые сегодня закончили школу и уехали, они никогда не вернутся? Тут через каких-то 15-20 лет останутся, то есть непонятно кто останется, останутся люди, которые не могут физически отсюда уехать. И это беда. В селах сейчас вообще нет среднего класса, ну я имею в виду возрастного среднего класса. Есть маленькие дети и старики. Все остальные, кто может, они уезжают на заработки. Это то, что сделало, начиная с 2009 года, вот это правящее большинство. Они полностью вычеркнули из своего списка приоритетов молодежную политику. И как мы можем говорить о том, что государство заботится о своих людях, если она, если не в состоянии правительства ничего предложить молодежи стоящего, для того, чтобы привлечь ее работать обратно. Или куда-то стимулировать к дальнейшему развитию, не знаю. Я, например, вот сейчас заканчиваю докторскую степень. Я вам скажу больше, меня преподаватели отговаривали идти дальше учиться. И говорили, не трать свое время. Это же ненормально. Ну то есть в каком нормальном государстве тебя будут в университете отговаривать идти дальше учиться? Да. Ну это то, что... Я не говорю, что преподаватели в этом виноваты. Нет, а наоборот, они хотели как лучшее. Они объясняли, что ты тратишь время на то, что тебе, к сожалению, в дальнейшем не особо сможет пригодиться. Ты остаешься здесь. Лучше возьми какую-то европейскую программу или какую-то российскую программу и уезжай. И там развивайся, проводи исследования и делай что-то. Это что касается... Так. Очень коротко. Это, мне кажется, тема вообще отдельной передачи. Молодежная политика Молдовы. Это что касается того, что делает государство. Тем не менее. Ведь вы правильно упомянули молодых ребят, на плечах которых в апреле 2009 года нынешнее парламентское большинство пришло ко власти. И по истечении 9 лет многие из этих ребят, наверное, даже уже по возрасту лишились статуса молодого человека. Но тем не менее, в их жизни мало что изменилось. Я имею в виду в лучшую сторону. Мы остались жить в том государстве. Более того, мы получили новую государственную политику, которая развернула страну строго на вектор евроинтеграции. При этом не предложив гражданам Республики Молдова альтернативы и не предложив программ по развитию собственной страны. Программы развития собственного населения. Мы не видим программ, которые бы мотивировали бы демографическую ситуацию. Мы не видим программ, которые бы мотивировали бы молодых специалистов остаться работать здесь, в Молдове. Соответственно, та же мотивация учиться, получить эту профессию. И, к сожалению, много надо в этой стране нашей Молдове попеределывать. В связи с этим, тогда вторая часть вопроса. Партия социалистов предлагает что-либо для изменения молодежной политики в сегодняшней Молдове? Я тут в продолжение того, что вы говорили, сначала продолжу, что государство не предлагает. Здесь очень показательный был момент, на мой взгляд. В прошлом году, летом, в администрации президента появился проект, который заключался в том, что выпускники университетов европейских и не только европейских, в принципе, мировых, то есть и России, и Европа, неважно, где человек учится, если он учится за границей. Это для диаспоры, в первую очередь, было сделано, для тех людей, которые учатся за границей, наши представители. Они подавали свои CV, резюме в администрацию президента, на конкурсной основе отбирали по различным направлениям представителей, по одному человеку на каждое направление он был прикреплен к советнику президента и работал с ним в течение определенного времени, он практиковался в администрации президента. Вот такие истории, они очень крутые, потому что человек, когда учится в университете, он может понять, это теория. То есть вы учите теорию, когда вам дают возможность, вы, например, изучаете международные отношения, и вам дают возможность попробовать себя летом, в свой отпуск, в свои каникулы, попробовать себя применить в администрации президента, работая бок о бок с советником президента и видя почти каждый день президента страны и учиться чему-то новому, мне кажется, лучшие практики ее тяжело найти. И вот такие проекты стимулируют молодежь задумываться о том, что, наверное, я что-то могу. И я могу что-то изменить в этой стране, значит, я могу вернуться и попробовать применить себя в области, которую я выбрал. Это касаемо вот проектов. Что касается проектов, которые предлагает партия социалистов и молодежное крыло, партия социалистов «Молодая гвардия», у нас так сложилось уже, наверное, очень-очень давно, с 2011 года, когда, собственно, и появилась и «Молодая гвардия», и, в принципе, команда обновилась, партия социалистов. У нас всегда был ориентир, но как-то это так негласно сложилось. Мы, в первую очередь, думаем, когда работаем с людьми, мы думаем о людях. Мы никогда не заставим людей делать какие-то вещи, которые им не нравятся, то есть против их воли. Мы не будем, не знаю, выгонять их куда-то там, прошивать поле, потому что это надо. То есть если мы… у нас все строится через диалог. У нас есть огромное количество проектов, которые появлялись благодаря тому, что мы общались. Мы трансформировали старые проекты в новые только благодаря общению с нашими активистами. То есть на сегодняшний день у нас, например, есть акции. Мы работаем очень плотно с людьми третьего возраста, с пожилыми людьми. У нас есть огромное количество акций, которые сформируют из себя проект, которые молодые люди, волонтеры, активисты молодой гвардии ходят в гости к пожилым людям, к одиноким, и просто с ними общаются. Ну, то есть это же прекрасно. Человеку ничего больше не надо на самом деле пожилого возраста. Он просто ему интересно, ему хочется поделиться своим опытом, рассказать истории, которые происходили с ним за чашкой чая. Он почувствует себя не одиноким. Да, и вот что важно для этих людей. И ребятам это тоже интересно, потому что они приходят в гости к человеку, к пожилому человеку, которого за плечами огромное количество опыта. И который, на мой взгляд, зачастую, не всегда ты, конечно, их понимаешь, но с прошествием лет ты понимаешь, что тебе давал дельные советы, которые, то есть опыт его же никто не отменил. То есть он есть всегда. То есть идет такой элемент взаимообогащения. Да, ну, то есть это абсолютно верно. Есть проекты, которые у нас проходят, связанные со спортом. У нас есть футбольные, скажем так, секции. То есть чемпионаты постоянно проводятся по республике между молодогвардейцами. Проводятся различные, то есть по... У нас есть ребята, которые бегают марафон постоянно, причем везде. Очень много всего, очень много интересных вещей. Если там мы пробовали делать мобильную библиотеку, то есть когда библиотека из одного населенного пункта бережает в другой, и ребята могут просто приходить, класть книгу в библиотеку и забирать другую. То есть такой происходит букшеринг. Ребята обмениваются книгами по всей стране, берут, читают и приносят другую. То есть это то, что происходит в молодой гвардии. Если говорить обширнее по поводу молодежной политики, которую предлагает партия социалистов, приоритеты у нас, они практически истутся неизменными. Для нас приоритетом всегда является молодое поколение. Что, где там? Приоритет это, понятно, трудоустройство профессиональное. То есть человек должен, когда заканчивает университет, он должен понимать, что его ждет завтра. Что у него должно быть четкое понимание, ясная картина завтрашнего дня. Только в этом случае молодежь будет оставаться здесь. Когда они будут понимать, что они закончат, например, технический университет, закончат факультет инженерии, и они после этого пойдут на работу. Тогда человек будет оставаться, и он будет понимать, что его ждет. Следующий приоритет, который есть у нас, это молодые семьи. Это то, о чем я говорил уже. Государство формирует молодежь, а молодежь формирует демографическую повестку всей страны. То есть чем больше мы будем культивировать в людях понимание, то, что молодые семьи должны создаваться, и у них должны рождаться дети, это будет благоприятно сказываться на, как бы это, наверное, не очень хорошо не звучало, на экономику нашей страны. Потому что чем больше людей в государстве, тем больше и чем больше детей. Вы посмотрите, государство начинает развиваться, посмотрите на другие страны. Как в других странах людей стимулируют к тому, чтобы создавались новые семьи и рождались дети. То есть далеко не надо ходить. Вот если у нас рядом Российская Федерация, где за рождение ребенка дают материнский капитал. Раньше давали за рождение второго ребенка, сейчас уже рассматривается история, чтобы давали за рождение первого ребенка тоже материнский капитал. У нас шла, насколько мне известно от администрации президента, от президента была инициатива по поводу как раз материнского капитала за рождение ребенка. Это то, что правда в первое время это очень важно. То есть для молодой семьи, тем более, это то, что нужно. Я знаю, что лежит законопроектное обсуждение в парламенте о помощи молодым матерям. Даже не просто материальной помощи, когда не надо заботиться о приобретении всего, что необходимо после рождения ребенка, а сразу получать это от государства. Ну и еще этот момент, третий вот этот пункт, который тоже немаловажен, это, конечно же, социальное жилье для молодых семей и молодых специалистов. Это мне постоянно приводят, например, мои родители. То есть они родились, жили и учились в советское время. И рассказывали о том, что человек, когда заканчивал университет, когда формировал семью, если он был специалистом в своей области, то есть каким-то выдающимся инженером, он мог встать в очередь на квартиру. И через какое-то время государство давало ему квартиру. То есть его и его семье. Сейчас у нас, я тоже, как-то мы общались с друзьями, мы считали, сколько лет нужно для того, чтобы заработать на двухкомнатную квартиру. Это еще в нынешних ценах, если они будут расти. Ну вот, в нынешних ценах мы считали, что нужно для того, чтобы купить двухкомнатную квартиру, чтобы семья там плюс-минус нормально жила, не ютилась в однокомнатной. Вот мы, по-моему, 28 или 29 лет. Надо зарабатывать, это средняя зарплата, которая есть по стране, зарабатывать и все сразу же откладывать. То есть не есть, не пить, не одеваться, а вот все деньги относить только в квартиру. Вот только туда, и тогда, может быть, это при условии, что ничего не будет дорожать, тогда у вас есть возможность купить квартиру. Но это же, то есть это не то, что ненормально. Это вообще так не должно быть. Это экономически неправильно. Люди не видят перспективы здесь оставаться. И молодежь в первую очередь. Они понимают, что им нужно содержать, хотят или не хотят, им нужно содержать своих родителей. В дальнейшем им нужно будет содержать свою семью. И оставаться здесь для них проблематично. Вот на мой взгляд, приоритетом в первую очередь и для партии социалистов, и для молодежного крыла партии, приоритетом является момент, где надо объяснять и делать все возможное на государственном уровне для того, чтобы объяснить молодежи, что у них здесь есть, и создавать условия для этого, для того, чтобы молодежь оставалась в стране, а как максимум возвращалась и применяла свои профессиональные наработки, свои профессиональные качества у нас в стране для того, чтобы возрождать вместе страну. И вот тогда, мне кажется, когда мы объясним молодежи, что здесь все хорошо, завтра ты можешь не переживать за завтра, завтра у тебя будет стабильное, у тебя никто ничего не отберет, и никто не придет, не заберет твой бизнес и так далее. Сегодня, мне кажется, самое главное, что нужно вытравить в сознании молодых людей, особенности, это понимание того, что ты нерасходный материал. Потому что многие люди, уже входя в взрослую жизнь, понимают, что, чтобы себе найти применение, он должен быть кем-то нанят на работу. А уже на каких условиях, как это будет осуществляться, никто не задумывается, например, о том, что нужны будут пенсии. Многие соглашаются над зарплатой в конвертах, и происходит разрушение собственного будущего. Потому что ты, поработав там, в том или ином месте, либо уехав за границу, там тоже не всегда легально происходит трудоустройство. Ты отдаешь свои лучшие годы для развития чужой экономики, для того, чтобы потом, спустя годы, вспомнить о своем, будем говорить, третьем возрасте, который неизбежно наступит, и начнешь пытаться его обеспечить, но это уже будет поздно. И в связи с этим я для себя отметил идею социального жилья, о котором вы говорили. Ваши коллеги по муниципальному совету, муниципальные советники от ПСРМ, предложили как раз реализацию такой идеи социального жилья, зафиксировать определенную сумму в муниципальном бюджете, который будет выделяться на оплату, если я правильно понял эту идею, на оплату затрат по получению, будем говорить, ипотечного кредита, или даже погашения части ипотечного кредита. Тут вы абсолютно правы, поднималась недавно тема буквально, то есть в очередной раз мы очень часто говорим о том, что нужно социальное жилье, не только для молодых семей. Вообще, в принципе, социальное жилье – это то жилье, которое город предоставляет на льготных условиях своему жителю. Так работает это в городах, в столицах, по крайней мере. Сейчас у нас существует огромная проблема с тем, что ни для кого не секрет, что рынок жилья сейчас перенасыщен. У нас есть очень много новых новостроев, где квартиры не выкупаются, и строятся новые. И постоянно, то есть тот либеральный хаос, который происходил в столице почти 10 лет, когда строили где хотели, что хотели, как хотели, как разрешения выдавались по принципу «ты мой друг, кум, брат, сват», и взамен ничего мэрия от этого не получала. Более того, город терял парки, детские площадки, спортивные площадки. В некоторых дворах, тут уже правила урбанистики вступают в этом моменте. Двор же создан даже в пятиэтажках, есть очень много даже на ботанике дворов, где посреди двора пятиэтажных домов построена девятиэтажка. То есть специально сделан двор для того, чтобы жители вот этих пятиэтажных домов... Беспечить их жизненное пространство. Да, там есть такой квартал, и в центре там несколько, 5 или 6 таких квадратиков, где построены там пятиэтажки, девятиэтажки, и вот в центре есть двор для того, чтобы могли там существовать и взрослые, пространство было и для взрослых, и для детей, и для людей третьего возраста, чтобы они там могли что-то делать, элементарно дети играть, взрослые общаться, а пожилые люди... Погулиться, присматривать за подрастающим поколением. То есть, а сейчас этого не существует. И если мы говорим о социальном жилье, сейчас не существует даже честных правил игры. Честных по отношению, в первую очередь, к людям, которые пытаются брать ипотечные кредиты. То есть, сейчас непонятно, очень много из примеров, когда люди берут под один процент, а потом по факту это трансформируется в какую-то цену. То есть, игры идут, то берут в валюте, то берут в молдавских леях, процентная ставка плавающая. То есть, и люди, у которых, а это большинство населения, у которых нет познаний в том, в экономике, как должен выстраиваться кредит. То есть, читать, то есть, надо быть юридически еще грамотным, чтобы читать контракт, который ты составляешь, что в контракте прописано. То есть, люди подписывают эти контракты, а потом у них появляются очень большие проблемы, связанные с тем, что они не могут выплатить этот кредит. И то, что говорят, говорили мои коллеги на пресс-конференциях, и на, как я понимаю, скоро будут публичные слушания на эту тему проведены, о том, что нужно определить рамки, и нужно определить, как вы правильно сказали, определенную сумму, которая будет заложена в бюджете, которая будет помогать культивировать социальное жилье. Есть откуда. Было бы желание. Сейчас, до настоящего момента, желания этого не было. И оно не могло появиться, потому что люди думали только о себе и о собственном кармане. Вот у нас есть четкое предложение, которое… Мы выдвинули это предложение городу. И мы будем делать все для того, чтобы мы смогли его осуществить. Ну, теперь немного более глобального вопроса. Вопрос, который отчасти уже ответ прозвучал. И если вернетесь, то я думаю, что нашим зрителям все равно будет полезно. Вопрос такого рода. Вот чем идея евразийства отличается от идеи евроинтеграции? Вот в разрезе молодежной политики. Я думаю, подходом и пониманием будущего. Будущего, в первую очередь, наверное, ментального, то есть связанное с менталитетом. И будущего… Ну, смотрите, хотим мы или не хотим, очень многие люди сейчас сопротивляются. Есть процент людей, которые говорят о том, что неправда, там, когда мы жили в Советском Союзе, все было плохо. Тут можно по-разному относиться. Я не жил, я не могу судить. Я могу только говорить то, что я замечал, то, что я слышал от своих родителей, истории, что происходило со мной в детстве. Опять же, хотим мы или не хотим, мы жили все в одной большой стране. И менталитет у стран, которые, если мы говорим о евразийстве, он практически одинаковый. Потому что я посещал огромное количество форумов. И как… И связанных, где присутствовали представители европейских стран, где присутствовали представители евразийских стран, где были люди с разных континентов, включая Африку, Азию и так далее. Не важно. Люди находят быстрее между собой общий язык, который жили… Вот мы жили в одной стране, на этом евразийском пространстве. Во-первых, мы все говорим на одном языке. Мы очень просто находим друг друга на этой площадке, мы быстро начинаем общаться, мы знакомимся. Люди в основной своей массе, они открытые. И… Не знаю, то есть ментально проще с ними. Вот ты чувствуешь, что рядом с тобой, ну, то есть человек твой, ну, то есть тебе комфортно с ним. Если мы говорим о том, что происходит с представителями европейских стран, я не могу сказать, что они плохие все. Нет, это будет неправда, это будет ложь. Но там другое, если я опять же говорю, это о каких-то своих ощущениях. Они более, как бы, замкнутые, наверное. И если посмотреть на то, что развивается, менталитет у нас, у нас разный, абсолютно разный. И понимание того работы у нас абсолютно разное, понимание какой-то проектной деятельности, развитие, будущее у нас разное. Посмотрите, что сейчас происходит с Европой. Если бы так все хорошо было в Европейском Союзе, но вряд ли бы оттуда хотели выходить столько стран. Это принципиальное различие. Сейчас большинство государств, они уже, наверное, не по разу точно сказали о том, что нужно задумываться о том, чтобы в будущем выходить из состава Европейского Союза. Посмотрите на выборы, которые происходят. Вон, в Италии совсем недавно, несколько дней назад, прошли парламентские выборы и выиграли евроскептики. Люди, которые призывают закрыть миграционную политику, люди, которые призывают выходить из Европейского Союза, потому что наносят урон их государству. И с другой стороны есть евразийская площадка, страны, вернее, к которой каждый год присоединяются страны, потому что они видят для страны в первую очередь выгоду для своей. Это огромная экономическая площадка, которая в первую очередь, например, если мы говорим о Молдове, даст огромное количество перспектив нашим производителям. Я сейчас говорю и про винную индустрию, и про фруктово-овощную индустрию. То есть тут можно загибать пальцем очень много. То есть рынок огромный и он нуждается, это тот рынок, который нуждается в нашей продукции. Нам не надо как в Европу ходить в страны Евросоюза и уговаривать у нас что-то купить, потому что наши яблоки, оказывается, они не не кондиция, потому что они не похожи друг на друга. Вино наше, которое готовится без химических примесей, тоже не особо подходит, потому что оно дорогое. А дорогое оно, потому что в большинстве своем применяются качественные винные материалы. То есть здесь исходит одно из другого. мы не должны просить у кого-то принять нас в какое-то сообщество, в какой-то союз, который, в принципе, уже каких-то еще 5-10 лет, и которого, возможно, не будет существовать. Никто не знает, что будет завтра. И, на мой взгляд, заканчивая мысль, на мой взгляд, и молодежная политика нашего государства, и, в принципе, общая политика государства должна выстраиваться в первую очередь на том, базироваться, что мы должны думать в первую очередь о людях, которые проживают и живут в нашей стране, и о том, что выгодно для страны. Вот на сегодняшний день экономически выгодно, и, в принципе, с точки зрения менталитета, с точки зрения какой-то общей дружбы человеческой, из-за того, что работает огромное количество людей у нас в России, нам сейчас экономически выгодно включаться в ЕС. И это правильно, на мой взгляд, это правильно. Ну, сегодняшняя власть, понятно, сформирована, как мне кажется, я думаю, многие наши телезрители с этим согласятся, на обмане. Ведь наверняка вспомните те ролики, когда накануне телевизионные ролики, накануне подписания вот этого пресловутого соглашения об ассоциации с Евросоюзом, когда герои этих рекламных роликов спрашивали друг друга, ну что это нам даст? Ну и люди горящими глазами, откровенно, искренне, я не знаю, как актеры к этому относились, но вот как бы как зритель, я практически чуть ли не поверил тому посылу, которым был наполнен этот рекламный ролик, ну не будет коррупции, мы будем жить лучше, наши продукты, все, что мы производим, перестанут гнить на полях и в садах, а будут пользоваться спросом. Но мы видим иное, мы видим, что в Европе пользуются спросом не яблоки, виноград и груши, а руки, которые могут это все создавать. Пользуются спросом человеческий потенциал, который расходуется ими, будем говорить, со всем наживом либеральной экономики, обратно возвращаются уже люди разрушенные, психика, разрушенная, ну в общем, физика, и люди, которых нужно заботиться, а потенциалу у страны заботиться нет. И, знаете, подведу итог нашей сегодняшней беседы. Молодежная политика это, конечно, та политика, которая должна строиться на абсолютно откровенном диалоге с молодежью, потому что это именно тот сегмент или именно те наши с вами сограждане, которые, может быть, и можно обмануть, увлечь какой-то другой идеей, но, по сути, когда они понимают, что обмануты, это как раз это будет самое, будем говорить, то есть, это будет обманутое наше будущее, это то, что перекроет перспективы для развития страны. И вот накануне программы я вам говорил о том, что смотрел фильм, посвященный нашего коллеги российского Владимира Соловьева, посвященный Путину миропорядок 2018. И фильм заканчивался на том, что, не буквальная цитата, но вот главный герой, президент России говорил, что, может быть, миру нужен, нужен уничтожить Россию, мир без России, но, а нужен ли такой мир без России? Я почему хочу провести параллель, когда мы, здесь живущие в Молдове, будем понимать, что нам самим не нужен мир без Молдовы, прежде всего, нам самим не нужен мир без цветущей Молдовы, без процветающей, экономически интересной и перспективной страны, только тогда будут настоящие изменения. Потому что сегодня в политике, мне кажется, люди, которым не нужна Молдова, вне зависимости от того, процветающая она или загибающаяся, она не нужна, поэтому все делается для того, чтобы свести на нет все то, что когда-то делалось для этой страны. будем надеяться, что площадка, в которой вы продвигаете, в которой вы активно участвуете, вот этот евразийский диалог станет, ну, будем говорить, эпицентром рождения новых идей для реализации творческого потенциала нашей молодежи. Дай Бог. Да, это было бы очень интересно. Желаю вам в этом направлении успехов, и я думаю, что, знаете, молодежь, это как раз именно та сила благодарная, которая, в общем-то, понимая свою потребность, отдается полностью, и тогда, в общем-то, и сами понимаете, ну, это мышцы страны, это та перспектива страны, которая, вот чем больше отдашь молодежи, в перспективе больше и получишь, в геометрической прогрессии. Вот это наши сегодняшние власти упустили, мы спустили сполна и растратили, к сожалению, так, восполнять придется уже, наверное, тем молодым политикам, которые придут им на смену. Спасибо вам за сегодняшний разговор и за возможность послушать о перспективах молодежи, думаю, молодежь должна прислушаться ко всему сказанному. Вам спасибо за возможность. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Никита Цуркан, он же и сопредседатель Объединения Молодежных парламентов стран Евразийского экономического сообщества «Евразийский диалог». Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин